Набор посуды, выбор гурмана, 12 предметов, 24 912, это номер лота, 3490 рублей, это цена, дорогие друзья, известный немецкий бренд, снова на телеканале Дискон, бренд Бейкер. Ну что ж, Куль, давай с тобой расскажем, из чего состоит наш набор, богатейшая комплектация у нас здесь. Но здесь, помимо всего прочего, что идет самая большая кастрюля, объем в 6 литров, мы, конечно, с тобой должны еще проговорить все размеры, которые у нас сегодня присутствуют. Это и трехлитровая кастрюля, это кастрюля в 2,1 литра, это кастрюля в 1,5 литра и ковшик в 1,5 литра, и, помимо всего прочего, сковорода объемом в 2,6 литра диаметром на 24 сантиметра. Все это, конечно же, сделано из высококачественной нержавеющей стали, которая позволяет нам с вами получить удовольствие от приготовления. Да, дорогие друзья, сегодня мы представляем полноценный набор кухонной техники. А кухонная техника, конечно, это я громко сказала, кухонные утвари. Это полноценный набор на большую семью, которого вам будет достаточно для того, чтобы покрыть, выбрать все ненужные кастрюли, и будете пользоваться с удовольствием этим набором. Потому что и сковородка у нас здесь есть, и ковш у нас здесь есть, и 4 кастрюли разного размера. Расскажи, пожалуйста, Кур, что это за материалы, потому что уже рассказывала, какой-то сумасшедшей стали, которая здесь используется, которая долговечная, я так понимаю, этот набор нам прослужит долгие-долгие годы. Только качественная нержавеющая сталь здесь присутствует, которая нам позволяет с вами, опять-таки же, насладиться результатом. А результат у нас какой? Самое главное, это что она будет долго служить, что этот материал не будет подвержен коррозии, что с помощью этого материала мы, конечно же, сможем приготовить не только классический суп, но и с помощью этого мы можем получить правильное томление, приготовление любой каши, быстрое приготовление пельменей тех же самых, да, варенечков. Здесь мы должны еще отметить, конечно же, терморегулирующее, аккумулирующее утолщенное дно, с помощью которого мы как раз-таки-то и будем получать тот самый процесс равномерной жарки. Если у нас есть графика, с большим удовольствием посмотрим наглядно, что такое многослойное дно, как оно выглядит в разрезе, и почему же... Ну, вот я вижу, что такое плотнение здесь у нас есть, да, небольшое, как подставочка на кастрюльке, да? Подставочка в полтора миллиметра, ой, сантиметра, прошу прощения, в полтора сантиметра, и мы получаем как раз-таки-то с вами алюминиевую крошку в перемешку с высококачественной нержавеющей стали. А что это нам дает? Дает готовку, процесс готовки практически без масла, это легкая очистка всей посуды, это равномерное распределение тепла, это быстрый разогрев сковороды или кастрюли, которая как раз-таки-то в нужный момент разогревает, и дальше она не утихает, не гаснет. И самое главное, почему? Потому что обычно, когда мы хотим с вами что-то пожарить, ну, даже те же самые котлетки, вы что делаете? Вы ждете, кладете котлеты, и ваши котлеты начинают не жариться, а кушаются. А вариться, да, вариться. Да, да, да. Здесь мы сегодня говорим про процесс правильной жарки, мы вот с тобой отправляем с тобой пару котлет, ну, с утра-то лучше всего чего? Котлеток. Конечно, конечно, я тебя понимаю, знаешь, я с тобой полностью согласен, скажи, пожалуйста, что мы сейчас будем готовить. Я так понимаю, что мы сейчас будем тестировать все наши предметы, все наши лоты мы тестируем прямо здесь, в прямом эфире. И вот сейчас наш шеф-повар Николай Демидо прямо сейчас, в прямом эфире, будет тестировать набор посуды, выбор гурмана. Это немецкий известный бренд. Вот, посмотрите, здесь у нас находится с обратной стороны паспорт изделия. Коль, прокомментируй, пожалуйста, вот паспорт изделия, что обозначают вот эти иероглифы. Здесь мы с вами видим наглядно написано «Бейкер», это немецкое качество. Здесь мы видим, помимо всего прочего, бренд, конечно же, с которым мы знакомы, а кто не знаком, рекомендую. Это немецкое качество, как немецкий автомобиль. И, помимо всего прочего, мы увидим с вами цифры 18 на 10, да, вот здесь вот 18 на 10. Это говорит про толщину и про качество стали. То есть мы с вами получаем именно сталь 18 на 10, именно такую твердую и плотную. Ну и, помимо всего прочего, видим, что на этой посуде можно готовить на электрической плите, на газовой плите, на индукционной плите под вопросом. Но в данном случае галогеновая плита точно может вам пригодиться. 19 предметов, последние 3490 рублей. Звонок абсолютно бесплатный. Это все, о чем только можно мечтать. Вы можете себе представить, что одна кастрюля немецкого качества, немецкий бренд, высокопрочная сталь, уплотненное дно, которое будет сохранять температуру приготовленной пищи, одна кастрюля стоит чуть более 500 рублей. Вы можете себе представить? Хорошо, предположим, в магазине стоит 2500, такая кастрюля минимум. А вы можете себе представить, что вот эта вот гигантская кастрюля 6 литров может стоить 500 с копейками. Я, например, в это представить, поверить не могу. Такую кастрюлю, кстати, очень редкий размер, очень тяжело найти в магазине. А сейчас, летом, период соления, период варенья, мне кажется, такая кастрюля просто необходима. Напоминаю, что 4 кастрюли у нас есть в наличии, сковородка и ковш. Коль, скажи, пожалуйста, что ты сейчас будешь готовить? Я так понимаю, ты тестируешь нашу сковородку. Тебе интересно, что я буду готовить, и это всегда хорошо. Я буду тестировать не только сковородку, но у меня вот, ты знаешь, есть кастрюля, которую я уже поставил разогреваться, да? И прям возьмем так вот мелко порубленное мясо и прям сюда вот отправим в кастрюлю. Воды не добавим в кастрюлю. Я ничего не добавил в кастрюлю. Поэтому мы сейчас будем обжаривать мясо, потом добавим туда овощи и сделаем прекрасное такое азиатское блюдо. А прежде чем мы его приготовим, я еще вот что хотел обратить внимание. Прежде чем я озвучу и напомню вам размерные реакции посуды, да, я просто обязан вам рассказать про то, как посуда живет со сколами. Вот представляете, на посуде происходит скола. Это же кошмар. У меня есть наглядный пример того, какая вот, ну вот, вот посмотрите. Это моя кастрюлька из дома, мне кажется. Вот она, та самая кастрюлька со сколами. Такую кастрюльку не хочется брать в руки, но тем не менее, тут нужно отметить, что в любой момент, как появляются у вас только сколы, вообще начинаются заводиться бактерии. Начинает происходить очень неправильный процесс. Во время того, как происходят не только сколы, но и происходит процесс жарки, эта кастрюля начинает творчиться. Окисления какие-то происходят грязные, да? Да, абсолютно верно. Начинается происходить окисление, начинает кастрюля порция, и происходит, ну, ужас. Такое невозможно. Здесь мы говорим с вами про нержавеющую сталь. Нержавеющая сталь позволяет нам с вами получить вот такие вот, посмотрите, какие котлетки. Прям правильные, хорошие, сразу... И стейки мы можем пожарить на этой стоворотке, я так понимаю, да? Мы с тобой успеем еще сегодня пожарить стейки, да? Слушай, на самом деле, ты меня удивил тем, что жаришь кастрюли. Честно тебе скажу, я первый раз такое встречаю. Я видела по телевизору, где я думала, нужны какие-то специальные кастрюли с каким-то специальным покрытием. Но посмотрите, прямо сейчас, в прямом эфире, Николай, в нашей кастрюле нет здесь никакого специального покрытия. Просто стальная кастрюля жарит в кастрюле, и мясо абсолютно не пригорает. Оно просто приобретает такой здоровый, золотистый цвет. Ну, пожалуйста, я могу это наглядно посмотреть туда. Ну, посмотрите, ну вот мяско, которое мы сюда отправили, да? Оно катается у тебя прям по кастрюле, да? Оно у меня уже очень вкусное, сочное, оно сохранило все свои качества, это раз. И во-вторых, сюда сразу хочется отправить чего? Немножко пожарить овощей к мясу, да? Мы добавляем сюда овощи, и это тоже может происходить. У нас уже и котлетки тем временем подоспели. Мои котлетки, которые сейчас уже обжарились. Ароматы здесь фантастические. Давай еще раз поговорим про комплектацию. Пожалуйста, ставь, и мы наглядно посмотрим с тобой, какие у нас есть размеры. Потому что, может быть, кто-то забыл. А мне будет приятно напомнить, что самая большая и главная кастрюля у нас сегодня объемом 6 литров. Вот такая замечательная кастрюля объемом 6 литров. Дальше мы двигаемся к кастрюлю. Поднимайте, Оксана, в 3 литра. Пожалуйста, Кастрюлю. Трехлитровая кастрюлька. Пожалуйста. Вот она, та самая трехлитровая кастрюля. Помимо всего прочего, этой трехлитровой кастрюли у нас еще присутствует с вами кастрюля объемом в 2,1 литра. Пожалуйста. Вот она здесь у нас, смотрите. И еще к этой кастрюле мы с тобой должны напомнить о том, что у нас есть кастрюля в 1,5 литра и ковшик в 1,5 литра. Вот она, эта кастрюлька, малютка, которая всегда нужна в доме. И вот такой вот ковшик, которым мы будем варить кашу. И еще, ко всему прочему, у нас идет сковорода, что немаловажно. Красавица. Причем, ты знаешь, хочу обратить внимание, что сковорода у нас с таким достаточно высоким бортом. Что это нам дает? То есть мы можем здесь запекать, да? Да, высококачественный нагрев и, конечно же, помимо всего прочего, вы получите равномерное распределение тепла. То есть со всех сторон вы как раз, ваши продукты будут окружены теплом, что немаловажно. Да, ты знаешь, Коль, мне хотелось бы уделить внимание еще таким вещам, очень важным в этой посуде, как ручки и крышки. Вот я смотрю, что ты сейчас готовишь и без каких-то прихваток абсолютно спокойно берешь сковородку в руки. То есть ручка, то есть у нас, ты не ощущаешь жара, не ощущаешь тепла, может быть, ты уже привык, или просто ручка у нас не нагревается? У нас просто не нагревается ручка, потому что каждая ручка закреплена надежно клевками, и с ней ничего не происходит. Но я смотрю, что она у нас не силиконовая, при этом она тоже у нас выполнена вот из стали, да? Да, 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 тоже из стали, но и, ты знаешь, не у всех таких наборов, конечно, есть... Такой бонус. Да. Да, 3490 рублей цена, 24901, 912 это номер лота, обратите, пожалуйста, внимание на цену, таких цен вы не найдете, 12 предметов по цене 3390 рублей. То есть одна кастрюля стоит чуть более 500 рублей с копеечками, стоит одна кастрюля. Вы можете себе представить, сколько такой набор будет стоить где-то в магазине, где-то в рознице? Ну, как ты думаешь, сколько будет стоить? Давайте поглядим, ага, посмотрим, ну, я уж не знаю, ну, наверное, тысяч пять, шесть, семь, сколько? Больше, больше. Наши маркетологи зашли в интернет и посмотрели, сколько в интернете стоят подобные наборы. Это минимальные цены, которые мы нашли, 9 предметов по цене 9189 рублей. Ну, мне кажется, это никакие ворота не лезет. Давайте посмотрим следующий набор. Мы не один набор нашли, а несколько наборов. И там у нас есть цены 12 тысяч и даже 15 тысяч. Вот, посмотри, цена 15 тысяч, 990 рублей. Мне кажется, ну, это вообще грабеж перед белой дня. Сегодня на нашем телеканале уникальное предложение от компании Бекер. Это немецкий бренд, немецкое качество. Я напоминаю, что мы работаем напрямую. Именно с этим и связано столь низкое снижение цены для наших телезрителей. 3 тысячи 490 рублей, 12 предметов, 6 предметов плюс 6 крышек. И сейчас, Николай, я смотрю, уже и стейки у нас поспевают, и супчик варится, и компот. Ну, на таком наборе приятно готовить, получаешь одно удовольствие, потому что это, я еще раз напоминаю, сделано из высококачественной нержавеющей стали. Это раз. Во-вторых, мы с вами получаем изумительно правильный результат прожарки. И в третью очередь мы, конечно же, должны помнить с вами о том, что здесь можно не только жарить, но и томить, и варить, и парить, и готовить пасту. Здесь мы с вами получаем утолщенное многослойное дно, с помощью которого мы получаем как раз вот такой вот процесс правильный, равномерное разогревание. Ну и, конечно же, мы с вами еще должны помнить о том, что такая посуда еще прекрасно хранится, понимаешь? У нее хранение очень удобное. Да, кстати, вы когда не ухаживаете за такой посудой? За такой посудой прекрасно ухаживать и в посуду мощной. Машине и можно и мыть ее самостоятельно. Да, можно мыть ее самостоятельно по посудой мощной машине, можно мыть ее руками. Она, я так понимаю, что не боится никаких абразивных материалов. 3490 рублей у нас цена за 12 предметов. Немецкий бренд, бренд Бекер. Посмотрите, вот мы сейчас видим логотип этого бренда, он у нас находится с обратной стороны. Кольба, для тех, кто только что к нам присоединился, прокомментируй, пожалуйста, что обозначают вот эти значки. Немецкое качество, помимо прочего, всего мы с вами говорим еще и про то, что эту посуду можно использовать на газовой плите, на электрической плите, на стеклокерамической, галогеновой плите. Такую посуду можно использовать и также можно отправлять в посудомоечную машину. А тем временем у нас же подоспело то, что можно тебе отведать прямо с утра. Ой, спасибо. Ой, как это вкусно. Ой, какие ароматы. Кормилец ты наш. Восхитительно выглядит все это. Потрясающие запахи, потрясающий аромат. А самое главное, что Николай прямо сейчас в прямом эфире за какие-то считанные минуты приготовил, посмотрите, несколько блюд. Вы точно так же можете готовить. Коля, у меня такой вопрос. Можем ли мы готовить точно так же? Да, мы можем готовить это и сможет каждый из вас приготовить.